Заступник міського головы Михайло Лысенко. Доброго вечера нашему гостю. У нас тема по улице Короленко. Продолжаем обсуждение. Хочу услышать официальную позицию, что там, как будет и почему. На улице Короленко в настоящий момент походит капитальный ремонт. Уже начали. Уже начали. Речь не идет о том, чтобы просто заменить какие-то бордюрчики и асфальт. Там будет абсолютно комплексный ремонт. Во-первых, там будут перенесены все инженерные сети. Вода, электроэнергия, газ, канализация, теплотрассы, которые находятся непосредственно под грунтом. То есть это все будет перенесено. Они будут полностью все заменены для того, чтобы как минимум ближайшие 30-40 лет к ним можно было не обращать на них никакого внимания. То есть мы будем знать, что они в нормальном состоянии. Они будут как-то взаимодействовать с другими частями? Проспекта? Там же останутся незамененные какие-то части? Не будет такого, что поменяли, а тут раз и лужа там или дырка? Нет. Перенос всех сетей предусмотрен проектом. Кроме того, там будет полностью пешеходный участок. Откуда до куда? В настоящий момент от проспекта Яворницкого до улицы Челюскинцев. То есть весь этот участок, он полностью будет пешеходный. То есть там появится 70 новых платанов, которые я показывал в Германии. Там будет порядка 200 низкорастущих растений. Там будет везде очень приличная гранитная плитка. Там будут лавочки. Там будут малые архитектурные формы, не мафы. Там будут два фонтана, которые люди уже соскучились за фонтанами. Всегда говорили, что раньше открывали каждый год фонтаны. Где же фонтаны? Там будет два фонтана. Все деревья будут с подсветкой. Тротуарная плитка, как я сказал, будет выполнена из гранита. Это будет одна из таких хороших, я считаю, самых современных улиц пешеходных в городе Днепр. То есть это будет такого очень высокого уровня. Ну, хорошая идея. Претензию знаете, да? Основную претензию горожан к вам, к власти, срубываются деревья. Деревья какие? Почему срубываются? И почему не проект, новый проект не учитывает наличие деревьев, которым там много лет, которые дают тень, о которой все сожалеют сегодня с отсутствием этих деревьев? Деревья уже спили. Хорошо, сообщаю. Эти деревья, которые там были, там был и платан, там был и тополь. Если кто проходил мимо, кто видел, в каком они находились состоянии и какая их высота. Деревья с такой высотой достаточно проблематично обслуживать. То есть в том числе даже производить банальную обрезку. То есть у нас вышка 30-метровая в городе, то есть на сегодняшний день одна и у двух частных организаций. Это достаточно затратная вещь. Любое высокорастущее дерево, оно создает проблемы. Во-первых, у этих платанов, которые растут, у них достаточно хрупкие ветки. Только в этом году 4 транспортных средства были повреждены ветками непосредственно на улице Короленко в районе дома быта. Это когда был и ветер, это когда был и снег, когда у нас было обледенение. Об этом же никто не думает. Все думают сейчас, вот они спилили дерево. А точно так же люди возмущались, а почему там такое большое дерево, почему его не обрезали. Почему его не обрезали? Это будем говорить о двух сторонах, это будем говорить о двух концах. С одной стороны все говорят, давайте уберем, с другой стороны говорят, нет, давайте оставим. Все не говорят, давайте уберем. Поэтому городская власть на сегодняшний день приняла решение заменить все деревья. И там будут высажены платаны, возраст которых составляет 9 лет. Там никто не высадит какие-то саженцы. Понятно, что вы посадите взрослые, возможно они приживутся, но чтобы там они давали тень и то количество кислорода в центре города, наверное, надо лет 20. Нет, смотрите, там было 8 деревьев. 8 платанов или всего 8? Всего 8 крупных деревьев. Спилили 8 деревьев. Да, вместо 8 появится 70. 8 и 70. Вместо 80 появится 70. И тени будет гораздо больше, чем от этих существующих. Это у нас было дерево такой пирамидальной формы, которое где-то бросало небольшую тень. То есть те платаны, которые мы приобрели, крышевидный так называемый платан, он подразумевает по тому, что он дает большую, очень большую тень в летний период. То есть я сбрасывал фотографии, показывал, у него действительно очень широкая крона и площадь, если так можно выразиться, площадь тени от одного дерева будет равна площади этому пирамидальному старому, который был существующий платан. В любом случае пришло время их удалить. Никто же не сказал, что мы удалимся деревья, засфальтируем и убежим. Вместо 8 деревьев появится 70. Что плохого? 70. Ну лет через несколько. Почему лет через несколько? Подождите, следующим летом, давайте вот у нас сегодня какое число. Пойдем посмотрим. Пойдем и посмотрим, что произошло за год. Помните, были крики, когда начинали обрезать деревья на Столярово. Ой, посмотрите, они все погибнут, ничего не будет. Прошло 3 года, деревья прекрасно обросли. Но тут ситуация была другая. Мы делаем капитальный ремонт и необходимо было в любом случае переносить инженерные сети. Большинство инженерных сетей находятся непосредственно под самими деревьями. То есть это вынужденная мера. То есть был вариант либо не сносить деревья, но и тогда не менять сети. А если не менять сети, какой смысл вкладывать такое большое количество денежных средств? Нет, абсолютно это необходимо. Если делать, надо делать капитально. И я уверен, ровно через год, то есть мы до конца этого года, то есть я думаю до дня города, мы закончим этот ремонт. И следующим летом, я думаю, горожанам всем очень понравится. Точно такая же зеркальная ситуация. Помните, очень давно у нас был рынок на улице Миронова, где сейчас Европейская у нас площадь. Когда все вот говорят, ой, зачем вы убираете, зачем они все спилили деревья. Это было там лет 15 назад. Не, ну там как бы деревьев нет и их очень не хватает. Их очень не хватает, но сделали нормальная площадь, есть где куда выйти людям, есть где погулять. И люди сейчас все довольны. Кто-то сейчас может вспомнить, кто-то хочет сейчас вернуть туда этот рынок с тухлой рыбой, с картошкой. Рынок нет, а плитку поменять хотят все. Плитку поменять хотят все. Потому что ходить по ней очень сложно. Следующий вопрос по поводу опять-таки этой реконструкции. Очень многие говорят, те, кто довольны этой темой, они говорят, вот наконец-то там центр разгрузится от транспорта. Но мой вопрос в чем? Может быть локально на этом куске он и разгрузится. Но транспорт никуда не денется, он никак не рассосется, никуда не исчезнет. Как вы продумывали этот вопрос с параллельными там с объездными улицами? Куда этот поток транспорта будет направлен? Вы сейчас скажете, что там не очень много транспорта по улице. Это решение принималось не единолично. У нас к этому была подключена и патрульная полиция, и сектор организации дорожного движения, и наше коммунальное предприятие. Мы провели анализ трафика, анализ пассажиропотока. Мы делали замеры количества транспортных средств, которые движутся. То есть при помощи у нас везде установлены камеры. Есть программное обеспечение, которое нам указывало, за какой промежуток времени, по какой улице проезжает какое количество. На сегодняшний день, если, например, у нас этот участок Короленко выпадает из автомобильного движения, у нас есть улица Карлолипныхта, у нас есть улица Серова, у нас есть улица Воскресенская. В настоящий момент пропускная способность этих улиц более чем достаточно. И если посмотреть на опыт всех других стран, люди у нас сейчас безвизовый режим, люди начали ездить. Видите, основная масса всех европейских городов 90%, центральная часть пешеходная. Согласна, но для этого нужны дополнительные действия. Например, я вам говорю, в час пик, я не знаю, насколько вы следили, поправьте меня, если я не права. Я езжу практически каждый день с улицы Московской, поворачивая на проспект Яворницкого, там всегда большая пробка. Пробка почему? Потому что на площади Ленина нет пешеходного светофора. Это следующее. Там непрерывный поток людей, машины не пропускают. Пробка, то есть те пробки, которые образовывались в первые дни, вчера, сегодня уже, если обратили внимание, меньше. Проблема не в пропускной способности улицы Короленко, а проблема в том, что у нас есть режим работы светофора. Допустим, чтобы пересечь улицу Короленко по Яворницкого, режим работы светофора, если не ошибаюсь, 45 секунд. То есть человек стоит 45 секунд на светофоре, подъезжает к площади Героев Майдана, и там хаотичное движение пешехода. Вы смотрите, за пешеходным переходом пробок уже нет. Поэтому коммунальное предприятие Дорсервис получило указание в самое ближайшее время, в самое ближайшее время, это 2-3, максимум месяц, установить там светофорный объект для пешеходов. И мы посмотрим, как наши пешеходы. Это единственное правильное решение. Потом есть очень большие планы по реконструкции всей площади Героев Майдана. Есть очень большие, грандиозные планы. Вплоть до того, рассматривается вариант опустить автомобильное движение непосредственно в тоннеле под площадью Героев Майдана, на небольшом участке, скажем, от улицы той же Короленко до улицы Королитных. Сделать весь этот участок полностью пешеходным. Ведь люди сейчас видят работу кусочками. Что-то сделали, не получилось, а никто же не понимает глобальной стратегии. То есть как будет дальше. Мы это видим с расчетом того, что дальше мы сделаем. Не все всегда хорошо получается. Сразу получается. То есть мы движемся планомерно, мы делаем нормально. Не все всегда получается хорошо. Но это есть огромное количество проблем. Хотите смейтесь, хотите нет. На сегодняшний день, я со всей ответственностью говорю, уровень работников, которые занимаются реконструкцией, то есть в частности, я говорю об обычных рабочих, на сегодняшний день достаточно низкая. Кто что-то умел, уже давно уехали в Польшу, уже уехали в Германию. Я это вижу ситуацию по водителями, люди, которые приходят работать, устраиваться на работу водителями трамвая, водителями троллейбусов. Или, например, в наши коммунальные предприятия. Я смотрю, кто приходит, извините меня, я этим людям велосипед не дам. Смотрите, это не ваша ответственность. Тот, кто выигрывает тендер, наверное, он обещает и должен обеспечить наличие в том числе рабочих кадров. Наверное, да, раз вы даете. Не получилось. Допустим, взяли, не получилось, вот как с мостом. Вот взяли, поверили, не получилось. Не получилось и с нами, решили. Зачем тогда, возможно, не нужно начинать проект за проектом. Это хорошо. Да, центр нужно реконструировать. Но центр сегодня стоит, потому что въезд на мост задерживает движение, метро задерживает движение. Сейчас закроем Короленко, еще будет, она будет задержка движения. Плюс, мы с вами говорили до эфира, верх Яворницкого в ужасном состоянии, вот этот исторический кусок дороги, булыжник, там аварийно. Конкретно, по Яворницкому. Отлично. То есть, действительно, там есть булыжник, мы с него часть сбили асфальт, часть асфальта бьем дальше. То есть, есть вариант. Дорога в не очень хорошем состоянии, булыжник не ровный. Что делать? Ремонтировать надо. Ну, временный ремонт там очень нужно. Что значит временный ремонт, например? Ну, просто, то есть, я вам объясняю, тот же самый булыжник, его на грунт уложить нельзя. Это необходимо все полностью демонтировать, сделать монолитную стяжку, заармировать, сделать подсыпку. А куски, покрытые асфальтом, там же есть? Но в декабре, январе года этот участок дороги будет полностью перерываться для переноса сетей по строительству метро. А теперь представьте, что будет, какой будет крик. То есть, и там будет еще перекрик. Ой, дураки, они год назад сделали ремонт, а сейчас взяли его и разрыли. Реальный вариант реконструкции проспекта Яворницкого может быть только после завершения строительства метро. Вот сейчас закончится участок у нас, там, где мы уже сети переносить не будем, это от Железнодорожного вокзала до улицы Княгини Ольги, бывшая Горького. Там уже речь идет, да. То есть, там мы в следующем году планируем начать большой капитальный ремонт, делать его кусками. Яворницкого. То есть, Яворницкого. Сделали Яворницкого, закончится перенос сетей возле парка Глобы, перейдем дальше туда, причем мы идем, будем идти обязательно с реконструкцией всех фасадов. То есть, это тротуарная плитка, это дорога, это бордюры, это ливневки, делать комплексно. Но сейчас сделать и через три года, опять это, или через полтора года, через девять месяцев, опять это все разрыть, ну это просто смешно. Большие идут реконструкции, не всегда, не было у нас таких масштабных объемов работ в городе, но давайте положим руку на сердце. Ну, скажем правду, не было таких масштабных работ, чтобы делалось одновременно в некоторых локациях. К сожалению, это дискомфорт, но это дискомфорт делается не для того, чтобы там мы получили удовольствие, что люди живут в дискомфорте. Я же точно так же езжу по этим улицам, я же не летаю на гиперпуле Амельяна. А ездите или ходите пешком? И хожу пешком и езжу, и хожу пешком и езжу. С собакой пешком гуляю. Ну, по центру, вы же не в центре живете. Ну, не в центре живу, то есть, и приезжаю с собакой на выходных, иногда на набережную хожу гуляю. И поэтому такие работы, то есть, люди, когда увидят результат, я думаю, основные все реконструкции большие начатые, то есть, например, мост, вы же можете первые наблюдать, кто у вас же прямо под окнами. С девятого этажа, мы все прекрасно видно. Да, наблюдаем. Мост мы заканчиваем 15 августа. Парковую зону на набережной Победы мы заканчиваем в этом году до дня города. Короленко мы заканчиваем в этом году, я думаю, тоже до дня города. У нас из больших проектов останется окончание реконструкции набережной, это из больших. И дальше мы будем уже локально двигаться по всему городу. Плюс в этом году у нас точно такой же капитальный ремонт улицы Баррикадной, тоже надо раздувать зраду. Мы тоже там уберем все деревья и тоже посадим абсолютно новые. Ни одного старого дерева не останется. А скажите, вот этот кусок пешеходный, кусок тротуарный возле трамвайных линий на отрезке от Гоголя до Баррикадной, это при вас меняли эту плитку? Его не так давно меняли? Не помню. Там плитка, ну она рассыпалась через год после того, как ее положили? Это одна из первых работ, которые, то есть я не захотел подписывать акт выполненных работ, когда это было давно, то есть плитка положена отвратительно. Она просто некачественная. Это делалось в 2014 году, то есть я начал работать с 2015 года, я не говорю, что там подпередники. Плитку делали, пока на нее выполнялся ремонт, они там ее кусками меняют, потому что плитка отвратительная, если я не ошибаюсь. Там невозможно ходить тоже. Или с Синельникова, или откуда-то еще. Опять-таки это вопросы. Вот смотрите, купили, например, положили мы плитку на площади Троицкой, там, кстати, тоже одновременно с Короленко будут высажены новые деревья, мы специально не оставляли места, то есть мы разберем плитку и их посадим. Ой, почему не купили плитку? Пройдите на плитку, посмотрите, прошел год, прошел снег, по ней ездила коммунальная техника, плитка в идеальном состоянии. Плитка должна быть только приличная и только дорогостоящая. Вы видите, которые ездите по другим странам, обращайте внимание, что тротуарная плитка десятилетиями лежит. У нас лежили там, сэкономили, положили какое-то, извиняюсь за выражение, простите, фуфло, и оно через полтора-два года уже рассыпалось. То есть мы такую тротуарную плитку не будем покупать временно, для того, чтобы залатать какие-то участки дорог. У нас сейчас КП Благоустрий приводит там небольшие участки ремонта в центральной части, но где там вообще ситуация критическая. Да, они там используют недорогую плитку, но ее укладывают с прицелом на то, что она пролежит 2-3 года, а после этого у нас будет капитальный ремонт, мы ее демонтируем. Итак, на вас всегда мало времени должна заканчивать. Давайте резюмируем по Короленко еще раз. Успокаивайте, я не знаю, говорите, что хотите людям, потому что возмущение очень большое по поводу, когда он начался, когда закончится, что будет. У нас в этом году мы планируем закончить основные виды работ до дня города. До сентября. До сентября. То есть мы планируем перенести все инженерные сети. Это водоснабжение, водоотведение, подача тепла, канализация, связь. После этого мы восстановим дорожное покрытие, но оно будет выглядеть, оно будет изготовлено из гранитных плит. Пешеходный вы имеете в виду? Там он будет только пешеходный. Там проездного не будет, там будут специальные браеры для заезда коммунальной техники. Насколько там будут еще подземные мусорные контейнера, чтобы их коммунальная техника могла забрать. Вместо 8 удаленных деревьев будет 70 немецких платанов, возраст которых 8,5 или 9 лет. Точно немецкие? Точно немецкие. Точно немецкие платаны будут там. Там будет автоматический полив. Все деревья будут освещаться. Будет 2 фонтана, будут малые архитектурные формы. Еще раз говорю, вместо 8 снесенных деревьев их будет 70. Стоимость проекта назовите. На сегодняшний день мы заключили договор на перенос всех сетей. Он составляет 23 миллиона гривен. Торги по капитальному ремонту сейчас подходят к завершению. Еще точной цифры нет. Как определимся с победителем, я думаю, на прозоро все могут зайти посмотреть. Еще неизвестно, кто это будет делать. Еще неизвестно, кто занимается переносом инженерных сетей, нам уже известно. И они же рубят деревья. И они же рубят деревья, да. То есть, кто будет заниматься ремонтом, еще все идет в состоянии торгов. А стоимость вот этих немецких деревьев, она непосредственно уже заложена в проект. Хорошо, будем следить. Три месяца, в общем-то, очень больших неудобств. Удобств пока ждут гаражам. Будем следить, посмотрим. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо за участие. Еще раз нагадаю, нашим гостем був заступник міського голови Михайло Лисенко. Говорили про реконструкцию центральної частини Дніпра. Продолжение следует...